Деньги не делают человека счастливей. Я согласен. Деньги не делают человека счастливей. Но я еще не видел ни одного человека, которого деньги бы сделали несчастным. Радостный человек бежит утренней пробежкой, а вы ему вот тебе еще один миллион. А он... не хочу. Заберите. Если вы знаете такого человека, напишите мне в комментарии. Деньги не поменяют вас как человека. Если вы хороший человек, то вы будете хорошим человеком, только с деньгами. Если вы злюка, то вы и будете злым. Если вы жадина, то вы и будете жадны, только богатый жадный. Ну а привычка это то, что заставляет действовать нас по определенному шаблону, даже не осознавая этого. Есть привычки, которые способствуют, чтобы вы стали богатыми. А есть привычки, которые заставляют вас оставаться бедными. И вы этого даже не осознаете. Поэтому в этом видео вы услышите 5 привычек, которые ведут всегда к бедности. Первое. Все обман. Не лезь никуда и живи себе спокойно, как все. Деньги сейчас заработать трудно, продукты дорожают. А у кого деньги есть, это тот, кто прошелся по головам. А еще хуже, переступил через трупы. Нахапал, наворовал, а теперь жирует за чужой счет. Да бей связи никуда не пробиться. Никогда это не получится, не заработает то, что ты делаешь. Только потратишь зря свое время. Да разводилово лохов это все. Если было бы это так просто, каждый бы уже делал. А ты дурак повелся на это. Это любимые фразы бедных. Да, все знают, как быть здоровым. Не кури, не пей много, занимайся минимум 3 раза в неделю спортом. Это знают все. Но сколько людей делают это? Или это тоже разводилово? Второе. Не брать на себя ответственность. Виноваты всегда везде и все вокруг. Ответственность не только не берется, а перекидывается на других. И другие должны оправдать ваши ожидания. Как сказал один великий футболист, ваши ожидания – ваши проблемы. Например, давай ты стране не заработаешь, тут сразу все отберут. Попробуй заработай в нашем отделе, там одни дебилы, никому ничего не надо. Да у меня сотрудники вообще работать не хотят. Нормальных людей нету, не с кем делать прибыль. У меня нету денег, так как жена все тратит. Все мужики зарабатывают нормально, а твои копейки ни на что не хотят. Чем чаще вы будете следовать этим примерам и искать всегда того, кто виноват, тем больше вы будете осязать в болоте без ответственности. Третье. Кредиты. Живи сегодняшним днем, не откладывая жизнь на завтра. Кто его знает, что завтра случится? Поэтому поживем сегодня, а завтра посмотрим. Отпуск, телефон, машина, шмотки. Все это доступно по расплате кредитов. Да ладно, кредиты берут все, это сейчас нормально. А еще можно взять кредиты в разных банках. Получается, ты захотел пожить сегодня, а заплатил своим будущим. Четвертое. Развиваться дальше. У бедных большой телевизор, у богатых большая библиотека. Вы наверняка слышали такую фразу. Все, что останавливается, отстает от времени. Мир не стоит на месте. Те знания, которые ты приобрел, могут быть устарелыми. Необходимо постоянно развиваться дальше, впитывая в себя всю необходимую информацию о деньгах, бизнесе, инвестировании, накоплении. Залог успеха заложен в постоянстве. В большинствах случаях не самые умные или одаренные достигают успех, а те, кто постоянно продолжают свое развитие без остановки. Пятое. Фокус на успех. Большинство бедных людей не умеют ставить цели и достигать их. Таким образом, они почти постоянно работают на тех, кто умеет ставить цели и помогают им достигать их. У 90% людей есть цели, но только 3% из них записывают свои цели. Записывая свои цели, вы программируете ваш мозг на достижение. Попробуйте, и вы увидите результат. Благодарю за просмотр. Если понравилось это видео, то поставь лайк и посмотри вот это. Спасибо. Спасибо.